приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодняшний ролик можно сказать посвящен готовой работе конечно же это трансформер который можно оставить вот в таком виде и назвать эту вещь уже готовой работой трансформация этой вещи конечно же будет продолжаться сделано только половина работы возможно даже треть работы но о третьей части я пока вам не расскажу возможно это будет сюрприз для вас ну а пока давайте рассмотрим то что у меня получилось расскажу о тонкостях и нюансах и конечно же о хитростях вязания в прошлом видео я показывала вам как работает трансформер от цветы волкодав эта работа вот шарф накидка пончо из журнала мод 631 но я остановлюсь все таки на своем трансформере мой трансформер будет немножечко другим если не сказать совсем другим почему я приняла такое решение объясню значит трансформер от цветы волкодав он рассчитан ну не более чем на 50 размер и я благодарю танечку мою подписчицу которая мне тоже об этом написала что да он хорош он красивый но он хорош для стройных девушек для стройных женщин мы знаем мы видели свету волкодав с ее идеальной фигурой и конечно же этот трансформер на ней сидит просто идеально но я не могу похвастаться своей идеальной фигурой моя фигура далека от идеал от идеала и я поэтому придумала свой трансформер который будет скрывать а не подчеркивать мои недостатки в фигуре так скажем будет ее удлинять хотя бы зрительно поэтому я связала свой трансформер огромнейшее благодарю всем подписчикам которым которые воодушевились именно моим трансформером и выбрали именно эту модель девочки вяжите получится просто бомба сейчас мы рассмотрим то что уже получилось эта вещь сейчас на манекене на моей колдуньи так зовут мой манекен это выглядит как накидка конечно же это накидка с легкостью может трансформироваться в шарфик и я приступила вязать вторую часть это будет вторая часть этого трансформера ну а пока давайте поговорим о расходе пряжи о тонкостях и нюансах и конечно в конце ролика я покажу как это сидит на мне манекен манекеном ножевой модели это думаю что лучше будет показать и так мой трансформер будет состоять из двух полотен одно из них я уже связала почему я говорю что половина работы пройдена и давайте поговорим о пряже и о расходах значит сейчас вот то что вы видите вот это накидка пончо весит 370 грамм из них 200 грамм это ализе лана gold classic fine наговорила сейчас возьму этикетку да все правильно я сказала ализе классика лана gold fine и вторая пряжа которая вместе подружилась этой ниточкой это шелковый блеск значит 200 грамм ушло вот этой пряжи и получается 170 грамм ушло шелкового блеска и так о размерах когда перейдем на стол расскажу о ширине а длине этого полотна ну а сейчас хочу обратить ваше внимание сделать акцент на а вот этой красивой вот этой ажурной дорожки это ажурная дорожка образовалась благодаря вот этой моей кромочной с накидом многие из вас тоже также для себя ее открыли и им нравится это кромочная как для меня когда-то открыла моя приятельница на одноклассниках мариночка миссан марина огромнейшая благодарю посмотрите как красиво смотрится вот эта дорожка вот эту вот прожилку которую вы видите на той стороне и которая служит вот этой дорожкой вот она это вот как раз тот накид который мы использовали в кромочной потом я обвязала крючком и вот получилась такая декоративно очень красивая дорожка без особого труда вот это наша кромочная с накидом ну а это обвязка крючком перейдем на стол я там поподробнее вам расскажу так что кто начал вязать со мной именно вот эту кромочную вы убили двух зайцев сразу то есть это и красивый край изделия и еще вот такая дополнительная декоративная дорожка вот так вот это смотрится вот здесь не обвязан то есть низ изделия да вот она это кромочная с накидом посмотрите какая красота красота красивая то есть и с одной стороны и с другой стороны получается абсолютно одинаковые кромочные значит пуговицы здесь у меня мешок таких пуговиц и я этому рада это интернет магазин не юшик предоставлял мне на обзор я выбирала их давно давно вам о них рассказывала и вот они мне очень хорошо пригодились значит что здесь как я пришивала эту пуговицу если это можно так назвать есть видеоролик это вот песочный шарфик я там показываю подробно как я это делаю при помощи вывязывание гибкого шнура крючком и который потом служит вот креплением пуговицы очень красиво очень практично посмотрите как с той стороны вообще ничего не видно и пуговица держится но она я вам точно скажу никогда не оторвется если только не перетрется вот этот гибкий шнур что маловероятно и так что еще по этой работе значит вот это вот обвязка значит резинкой два на два а здесь также вот эта пряжа alize lana gold но которая толще я не знаю как она называется но это такая же пряжа только у нее меньше метраж сейчас я вам на стол перейдем я вам это ее покажу так вот вот этой пряжей более толстой я связала резинку без добавления вот этого шелкового блеска почему потому что шелковый блеск это стопроцентный леоцель как же красиво поблескивает полотно и вискоза она придает мягкости изделию в резинке мне эта мягкость не нужно поэтому если нет у вас если вы вяжете из такой же пряжи как и я и нету более толстой пряжи alize из этого формата можно связать резиночку в пряжи в 2 нити чтобы красиво держала форму вот так это красиво смотрится теперь еще хочу сделать акцент на том что вы вот видите я покажу вам как я это делала как я привязывала резинку для начинающих и когда я привязала посмотрите какой здесь красивый получился рубчик и именно вот этот вариант здесь не совсем красивый рубчик потому что это начало вязания а это конец вязания здесь закрывались петли а здесь они набирались поэтому немножко отличается но тем не менее все равно аккуратный рубчик значит я перевязывала сейчас скажу на каком моменте то есть когда я привязала резинку с одного конца да и стала вязать полотно ну вот вот так вот придя вот сюда я думала но не буду я закрывать петли а по открытым петлям свяжу резинку ну и что что будет здесь вот так вот а здесь будет немножко по-другому я сэкономлю время то есть мне не надо закрывать петли провяжу-ка я сразу резинку из полотна без закрытия петель я провязала резинку в итоге я все убрала и закрыла петли и привязала потом резинку также как я делала и с этой стороны почему потому что вот этот узор косы вы видите как здесь вот эти переплетения да и если вязать сразу перейти от этого узора и на резинку 2 на 2 здесь будет очень некрасиво вот это смотреться оно все какое-то хлипкое во первых естественно здесь получается совершенно другой размер в общем не рекомендую вам довязав короче я все распустила закрыла петли обычным способом здесь и потом также добирала из полотна петли покажу как я это делала покажу вам и вязала потом резинку уже другой пряжей более толстой повторюсь если нет ализе файн можно ализе файн использовать в две ниточки и получилась вот такая красота значит что здесь потом значит я обвязала вот эту часть крючком крючок здесь четверка была но вот сюда я добавила еще одно сложение шелкового блеска то есть здесь ализе файн и два сложения шелкового блеска вот в этой обвязке обвязка крючком четверка я конечно же покажу когда как я это делала покажу когда я буду вязать вторую половинку она же идентичная этой половинки будет и я тогда уже вам все подробненько покажу и расскажу про обвязку крючком ну а сейчас давайте перейдем на стол и я покажу вам как я привязывала резинку как я добирала петли но эта информация уже будет конечно же для начинающих те опытные вязальщицы эта информация не для вас вы много чего умеете ну а начинающим я думаю будет полезно это увидеть не по рассказу то есть увидеть как я это делаю а да давайте о размерах еще скажу значит ширина если мерить вот так вот ну ширину шарфика у меня получилось 40 сантиметров сейчас по моему 40 если я не ошибаюсь уже кстати полотно я постирала поэтому говорю сейчас о тех размерах которые будут в реальности после стирки до 40 сантиметров это без вот этой обвязки обвязка здесь три сантиметра а вот это полотно с косами это было 40 сантиметров ну значит всего получается 43 сантиметра длина у меня если считать вместе с резиночкой получилось метр тридцать то есть резинка 5 сантиметров у меня заняла опять с одной стороны 5 с другой то есть полотно с косами получается что метр двадцать плюс 10 сантиметров общая длина полотна метр тридцать это что по размерам теперь давайте покажу как я добирала петли из полотна для резиночки 2 на 2 вот я начала вязать вторую часть своего трансформера и уже вот здесь вот могу вам спокойно показать как я добирала петли из полотна а значит резиночку я вижу спицами 275 полотно здесь вяжется четыре с половиной то есть разницу понимаете вот она это более толстая пряжа такого же состава и такое же ализе я не знаю найдете в интернет девочки у меня нет этикетки но я точно знаю что это та же пряжа с тем же составом только толще ниточка вот если их сравнить я покажу вам если убрать вот эту шелковый блеск она в два раза буквально толще видите вот этот вот этой толстой ниткой толстой пряжи я буду вязать резиночку и так если вы будете вязать резиночку 2 на 2 как у меня мы помним что мы начинали вязание на 106 петлях но нам нужно 108 петель чтобы получилось резиночка красиво чтобы она была симметрично ну если вот о чем я говорю если здесь начинается 2 лицевых а здесь и со второго края тоже начинается 2 лицевых вот это я говорю о симметрии значит как рассчитать если другое количество петель то есть ваше количество должно делиться на 4 плюс 2 петли для симметрии вот у нас и получается что наши 106 петель и нам нужно прибавить еще две петли чтобы у нас получилась красивая резинка смотрите как я делала это можно добрать крючком но я делала прям из полотна спицы меньшего размера я захватывала вот эту вот толстую пряжу и вытаскивала вот прям под косичку не ниже а прямо вот здесь вот под косичку ну первую петельку я думаю здесь может быть и при помощи крючка нужно сделать сейчас давайте при помощи крючка захвачу что я и в камеру не вижу вот сюда ну если без камеры то вы это с легкостью сделаете даже без помощи крючка вытащите эту петельку и оденете на спицу вот одна готова дальше надеюсь у нас все получится и считаем петли вот 1 петля вот сюда под косичку видите 2 петля и таким вот образом считаем петли и достаем их из-под косички по лицевой стороне мои хорошие чтобы это было лицо чтобы у нас вот там вот тот рубчик из косички оставался по изнанке и и вот таким образом не спешим слишком петли не вытаскиваем здесь нам не нужно вот так вот не ниже а сразу под косичку вводим и достаем и считаем петли у нас получится сто шесть петель потому что у нас их изначально мы набирали когда вязание при начальном наборе полотна мы набирали сто шесть петель у нас здесь также получится сто шесть петель как же нам увеличить нам надо еще две петли для красивой резинки значит мы провяжем из крайних петель из одной петли вывяжем две петли и таким образом у нас получится сто восемь петель и дальше начинаем вязать резиночку два на два короче идем до конца ряда я думаю я понятно объяснила как набрать петли когда их наберем я покажу как я дальше буду вязать и так набрали сто шесть петель и мы начинаем вязать нашу резинку на изнаночной стороне если вы хотите чтобы у вас лицо получилось с двух лицевых значит начинаем мы с изнаночной начинаем вязать здесь также я использую кромочную с накидом то есть первую снимаю с накидом нам нужно провязать 2 изнаночных я переворачиваю петлю так как я вижу восточным методом провязываю не снимая 1 изнаночную за одну полупетлю и потом провязываю за вторую полупетлю вот таким образом я вывязала из одной петли 2 все дальше у нас идет резиночка два на два то есть мы провязали 2 изнаночных теперь две лицевых чтобы мне не переворачивать мою вот эту петельку я провяжу лицевую вот таким образом и а чередуем сейчас у меня получится бабушкин методом я буду вязать все вижу восточным но поскольку петли я набирала и они смотрят вот так вот чтобы мне их перевернуть я буду вязать таким образом и все дальше когда мы дойдем до предпоследней петли то есть до петли перед кромочной мы также провяжем из одной петельки 2 изнаночных вот ту петлю которую мы набрали предпоследнюю мы из нее вывяжем 2 изнаночных как в начале ряда и у нас получится 108 петель и очень красивая резинка думаю что это понятно вот этот рубчик красивый получается и посмотрите как здесь даже я ничего как бы не рассчитывала но очень удачно сложилось здесь вписалась вот эта резинка 2 на 2 в наш узор косы на на мой взгляд очень аккуратно очень красиво ну вот мои хорошие все рассказала показала на данном этапе когда свяжите значит резинку с одной и с другой стороны я потом на второй половинке покажу вам как я обвязывала вот это крючком и как сделать вот эту красивую дырочку для нашей пуговицы поверьте в крючке это делается очень очень просто но это обычно обвязка столбиками без накида и очень красиво все это смотрится видите петелька не растягивается кстати можно застегивать на несколько пуговиц в общем красота красивая ну а я пойду готовиться чтобы показать вам как это сидит на мне забыла рассказать очень важный момент когда свяжите резинку нужно закрыть красиво петли как я закрывала обычным способом самым обычным но закрывала крючком тоже я где-то показывала вам но провязав закрыв 2 лицевых там где 2 изнаночных я закрывала вместе то есть провязывая 2 изнаночных вместе и протаскивая через петлю потому что если это не уменьшить петли вот таким образом здесь будет некрасивый край она будет вся фолдить у вас резинка поэтому имейте это в виду две петли закрыли лицевые лицевой 2 вместе провязали изнаночной и закрыли то есть вот в местах там где изнаночная я провязывала 2 вместе и потом закрывала это тоже важный момент но когда будете закрывать если закрыть по-другому увидите результат я думаю что он вам не понравится и придется закрыть красиво а а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok